Только появились на свет, а их жизнь уже пора спасать. Службе детской реанимации, которая располагается на базе НИИ материнства и детства, исполнилось 20 лет. Познакомиться с работой службы приехал временно исполняющий обязанности губернатора Павел Коньков. Отделение реанимации новорожденных и выхаживания недоношенных детей открылось осенью 1993 года. Сюда приезжают будущие мамы с патологиями, так называемая группа риска, и уже родившиеся малыши с низкой массой тела, менее 3 килограммов. К сожалению, рождается недоношенных детей все больше, и причины тому самые разные. Например, мамы-курильщицы. Сама заведующая Анна Малышкина ведет с ними каждодневную войну. Она жалуется на то, что она каждый день рожениц хворостиной выгоняет из мест для курения. Вот чья это проблема? Конечно, и наша в том числе. То есть мы сегодня не сумели поставить вредные привычки в ранг нетерпимости, но прежде всего для молодого поколения. А вот и маленький рекордсмен. Он родился 8 дней назад и весил 464 грамма. Да и что он сам, а это уже хорошо. Значит, скоро начнет набирать массу. А в актовом зале на торжественном мероприятии собрались те, для кого самое страшное уже позади. Их дети выжили. Вес Никиты при рождении был 2 килограмма 900 граммов. Казалось бы, не самый маленький среди других детишек. Но у мальчика были кровоизлияния. Не раскрывались легкие. За его жизнь боролись больше месяца. Мне пришлось пережить. Ну, честно, я себя морально чувствую лет на 80, наверное, после всего этого. Ребенок в тяжелом состоянии. Ты очень много понимаешь при этом, что жизнь ему тяжело дается. И врачи, которые с душой относятся, медсестры, девочки, которые их кормят с таким теплом, с такой душой. Вот, для нас это большое счастье. Сейчас, да, практически все в порядке. Как бы остались уже совсем мелочи по сравнению с тем, что было. За 20 лет работы эти медики спасли и вылечили около 10 тысяч малышей. А это значит, что тысячи мам и пап не лишились самого дорогого, что у них есть. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.